Привет, это Касаткина. Я уже снимала видео об ателье, где работают бездомные женщины, а также рассказывала вам о фонде, помогающем людям с наркозависимостью. Сегодня я хочу показать вам еще одну замечательную благотворительную инициативу, которая буквально полтора месяца назад появилась в Санкт-Петербурге. Это ресторан, в котором работают бездомные люди. Точнее, они здесь стажируются 3-4 месяца, а после вынуждены найти новую работу. Давайте зайдем внутрь. Меня зовут Дима, и я здесь кухонный работник, ну, даже не помощник повара, а просто работник на кухне. Я здесь работаю около 2 месяцев, оказался я здесь по предложению от ребят из Лежки, которые предложили мне здесь пройти практику, курс практики, перед тем, как так жить самостоятельно, выйти в социум, то есть приобрести новую профессию, пройти стажировку. Наш ресторан в основном это обучение ребят, которые пришли с улицы, можно сказать, которые проходят социализацию. Это обучение, в первую очередь, для них, то есть с нашей стороны это внимательность к ребятам. И второе, это задача сделать так, чтобы ресторан был как полноценный ресторан, чтобы можно было прийти с семьей или с друзьями посидеть, поесть. Поэтому у нас две некие такие миссии – это и накормить людей, и в то же время научить ребят. Очень тяжело без какого-то поддержки начать самостоятельную жизнь, ресоциализироваться, попасть заново в общество. Поэтому мы сделали такой проект, который на эти 3-4 месяца людей может как-то поддержать, не очень большой период, но все-таки на какое-то время дать им возможность и зарабатывать. Это не очень большие деньги, около 20 тысяч рублей в месяц, но все-таки это некая поддержка. И нам кажется, что именно в этой сфере есть смысл развиваться. Это как раз та самая сфера, куда могут податься наши подопечные. И нам очень важно, чтобы 15-20 человек в год, именно наших подопечных в нашем проекте, могли получить такую возможность, эту стажировку, а дальше уйти в большое плавание, в другие заведения общепита. У вас уже есть какие-то предварительные, может быть, договоренности с работодателями? Или это задача человека искать самостоятельное место работы? У нас есть несколько партнеров, которые готовы принимать наших подопечных после стажировки в ресторане. Опять же, прошло не так много времени, всего лишь полтора месяца, как мы открылись. Но, например, пара городских заведений готовы принимать наших стажеров. Понятно, что все очень сильно зависит от места, от кухни этого места. Но 3-4 месяца – это, на наш взгляд, довольно адекватный срок для того, чтобы человек владел каким-то навыком в этом большом ресторанном бизнесе. И чаще всего, когда человек приходит, еще не имея места жительства, потому что он не может себе просто позволить снимать какое-то жилье, он пожил в приюте, ему нужны деньги для того, чтобы снять себе комнату, например. Этих денег нет. А приходя к работодателю, работодатель не всегда довольно сильным предубеждением, большим предубеждением относится к таким людям. И ему очень сложно попасть на любую работу, кроме работы вахтовой с проживанием, потому что некий процент недоверия, есть некий процент не совсем лояльности общества к таким людям. На месте работодателя, когда к нему приходит человек и говорит, что я из приюта, мне негде жить, я хотела бы сегодня работать у вас, может быть, он и подходит, но работодатель скорее место даст кандидату, который с другими жизненными обстоятельствами к нему приходит. В первую очередь я учусь здесь вообще общаться с людьми, социализироваться с людьми, то есть не из моего круга общения, а именно с людьми, которые чего-то хотят в жизни достичь, к чему-то идут самостоятельным путем и обретают новую для себя профессию. Больше половины людей, которые прошли процесс ресоциализации, они возвращаются в общество, они дальше продолжают работать, снимают самостоятельное жилье и уже живут самостоятельной жизнью, не на улице. Дмитрий не просто человек с улицы, но я так поняла, что он еще сталкивался с зависимостями, алкогольной, возможно, наркотической зависимостью. Здесь, в ресторане, есть алкоголь. Насколько это этично, безопасно? Мы подумали, что, безусловно, это был очень важный вопрос, прежде чем вообще не только с Дмитрием работать, но и с клиентами приюта «Дом на полдороге». И мы подумали, что погружать человека в абсолютно стерильную среду, где нет алкоголя, было бы, наоборот, неэтично по отношению к нему. Ведь очевидно, что Дмитрий устроится на работу в другое заведение, в котором будет этот алкоголь. Безусловно, это взаимная ответственность. Расскажите о посетителях ресторана. Это в основном те, кто поддерживают ночлежку, или это обычные люди тоже? Очень разные, очень по-разному бывает. Первые на несколько недель, наверное, в большей степени приходили те, кто лояльный на ночлежке, кто знает, что это за ресторан, что это за место. Но вообще-то мы сталкиваемся с тем, что здесь точно так же много людей, которые просто гуляют по Бергольцентру, заходят в этот ресторан, потому что им нравится, как он выглядит, потом они садятся, смотрят меню, им нравится что-то из меню, и они, в общем, не имеют примерно никакого представления о том, что это за проект, но при этом у нас есть в меню абзац, где мы рассказываем, что это за проект. А в свою очередь мы можем гарантировать только то, что это люди полностью с документами, с санитарными книжками, и все здесь работает прозрачно в рамках законодательства Российской Федерации. Те, кто до нас доходит, кто к нам приходит, мы надеемся, что им как раз все нравится. И вообще идея этого проекта, это западная модель, правильно я понимаю? Можете рассказать об этом подробнее? В Британии и вообще в Европе есть много проектов помощи бездомным людям, например, кафе и рестораны, в которые эти бездомные люди могут работать. И мои коллеги видели, посетили пару таких мест, есть довольно роскошный, приятный, дорогой ресторан в Лондоне, называется «Бригад», там работают бездомные люди, переняли опыт, и с 2018 года уже здесь, в Петербурге, шла работа над реализацией этого проекта. Активное строительство началось только в ноябре 2021 года. Насколько нам известно, таких ресторанов больше в России нет. Все средства, вырученные ресторана, они идут на работу приютов-ночлежки. То есть это не просто мы так зарабатываем и радуемся. Мы, конечно, пускаем это как благотворительная организация, пускаем все на свою работу. То есть это, в общем, бездомные люди стажируются в ресторане, ресторан приносит деньги, деньги идут на работу других проектов, например, на работу приюта «Дом на полдороге», в котором проживает сейчас Дмитрий, скоро съедет, проживают другие наши подопечные. Насколько вообще в России обстоит ситуация с трудоустройством бывших бездомных людей? Насколько это большая и масштабная проблема? Очень большой стереотип, есть очень крепкий стереотип о том, что бездомные люди не хотят сами работать. Они оказываются на улице или вследствие того, что теряют работу. И после этого это они сами виноваты в том, что они не хотят работать. На самом деле все совсем наоборот. Они, может быть, и хотят работать, но их принимать на те самые работы не очень-то спешат работодатели. И это главная и большая проблема. И из этого отношения понятно, что не самого лояльного уже вытекают все остальные проблемы. И в том числе проблемы с трудоустройством вряд ли и редко. Работодатель идет навстречу, понимает положение человека, предоставляет ему возможность работать. Это бывает редко действительно. Каким образом можно изменить эту стигму, это отношение? Как минимум прийти посмотреть, как работает все в таких проектах, как проект в консультации. Я в этом случае на самом деле правда считаю, что увидеть своими глазами, наверное, эффективнее, чем как-то просто об этом знать. Мы очень стараемся рассказывать об этом постоянно, что бездомные люди — это люди, очень часто люди с очень интересным бэкграундом, очень часто образованные люди. В общем, люди, которые имеют точно такое же право, как и домашние люди, как мы называем всех других, получать работу, получать образование, жить в достойных местах. И дело не в том, что с ними что-то не так, а дело в том, что случилась некая беда, которую они не смогли преодолеть. И это у всех, кстати, очень разные беды. Как-то чуть-чуть более детально разбираясь в этом, даже можно почитать годовой отчет «Ночлежки», где мы рассказываем, в чем основные причины бездомности. Мне кажется, это уже маленький шаг на то, чтобы развеять какие-то стереотипы. Основная причина бездомности — это переезд в другой город. То есть они переезжают из, например, неблагополучного экономического региона, переезжают, например, в Москву или Петербург, не находят возможности здесь работать, не находят жилье, теряют возможность оплачивать это жилье и оказываются на улице. Это самая распространенная причина. Какие дальнейшие планы у ресторана? Это будет, не знаю, сеть, франшиза? Пока мы наложим работу этого ресторана, все еще смотрим, наблюдаем, понимаем, адаптируем меню, которое меняется периодически. В общем, сейчас очень много сил сконцентрировано, безусловно, на помощи стажерам, на стажировках. Это команда ресторана этим занимается. И в то же время над развитием самого бренда, скажем так, бренда ресторана, мы очень хотим, чтобы сюда постоянно приходили люди, и им нравились и завтраки, и обеды, и ужины, чтобы они здесь пили кофе, пили вино. Стараемся улучшить сервис и быть, в общем, крутым городским заведением. После съемок в этом ресторане мы с оператором вкусно поели. Так что, если вы в Петербурге, смело рекомендую вам это место. Если вы хотите поддержать проект, я оставлю в описании ссылочку, по которой это можно сделать. Также буду благодарна, если вы повзаимодействуете с этим видео. Поставите лайк, напишите комментарий, не забудете про подписку и колокольчик. Это поможет развиваться моему каналу. Называйте меня Касаткина. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok